выпускников военмеха. Потому что очень хочется, чтобы всё-таки Петербург, как и вся наша матушка Россия, были под надёжной защитой. Да-да, именно под защитой. И не только в белые ночи, и не только зимой, и не только весной или осенью, а постоянно. Постоянно, нам нужно спать спокойно, в этом городе, в этой стране люди, благодаря выпускникам военмеха. Я не случайно это подчёркиваю на здесь, в этих стенах, в этом актовом зале. Потому что от выпускников военмеха, которые занимают должности генеральных конструкторов, зависит оборонный щит нашей страны. А вы его будущее. От вас это зависит. И сейчас в актовом зале военмеха собрались студенты. Да-да, вы уже зачислены, вы уже военмеховцы. Осталось только влиться в эту большую семью военмеховцев. Студенты факультета Е. Есть! Встречайте своего декана Александр Евгеньевич Шашурин. Здесь же, в нашем зале, присутствуют и студенты факультета Р. Встречайте своего декана Алексеевич Шматков. И, конечно же, сейчас на эту сцену под уже бурные овации выйдет человек, от которого зависит вся студенческая жизнь военмеха. Ректор Балтийского государственного технического университета военмеха имени Дмитриевича Устинова Константин Михайлович Иванов. Так уж сложилась студенческая жизнь, что чаще всего они общаются с деканами, очень редко с ректором. Может быть, это и правильно. Значит, учебный процесс налажен хорошо. Вот те парни и девчата, которые сегодня переступили студенческий порог и вливаются в студенчество военмеха. Что вы им пожелаете? Дорогие студенты, мы очень рады, что вы выбрали наш вуз военмех, пришли сегодня первый день на занятия и будете у нас учиться. Военмех, созданный в 1932 году с нескромным, но привычным для того времени лозунгом «Военмех лучше всех» снискал славу одного из самых успешных вузов Советского Союза и Российской Федерации. Военмех занимает одно из первых мест в нашей стране по успешности наших выпускников, по рейтингу успешности. Вот этот лозунг «Военмех лучше всех» родился в далеком 1932 году как директива существующей в то время Коммунистической партии Советского Союза. Было написано на решении резолюции, что в течение короткого времени задача ставилась в течение трех лет, собрав лучших студентов техникумов по комсомольскому набору, привлечь лучших преподавателей лузов Советского Союза, выпустить лучших специалистов по оборонно-промышленному комплексу. Тогда назревал кризис международный, Советский Союз готовился к войне, и эта первая задача была военмехом выполнена. В то время были выпущены все генеральные конструкторы артиллерийских систем, морского подводного оружия и существовавших тогда средств поражения. Ну и с тех пор вот этот лозунг стал визитной карточкой военмеха. Выпускники военмеха успешны во всех областях. Среди выпускников военмеха большое количество руководителей государства, такие как Сергей Евгеньевич Нарышкин возглавлял Государственную Думу, практически все конструкторы ракетно-артиллерийского оружия, военных систем. Среди выпускников военмеха немало космонавтов и очень известные космонавты, это и Грикалев, и Гречка, которые совершали уникальные полеты. Среди выпускников военмеха много деятелей науки, крупных ученых в своей области. Но среди выпускников военмеха огромное количество и просто успешных людей в самых разных сферах. Много руководителей банковского сектора. Например, ВТБ-банк, вице-президент Василий Николаевич Титов был долгое время выпускник военмеха. В Петербурге есть такая скромная футбольная команда «Зенит». Ее спонсором является выпускник военмеха «Межрегионгаз», председатель Кирилл Геннадьевич Селезнев. Ну и, кстати говоря, вы, наверное, и петербургцы, и тот, кто к нам приехал, слышали о Лахта-центре. Это самое высокое здание в Европе, 492 метра. Вот наверху будет кабинет выпускника военмеха. Значит, среди выпускников военмеха спонсор российского хоккея и ленинградского СКА Геннадий Николаевич Тимченко и масса других выпускников. Поэтому слово «успех» и военмех, они тесно связаны. У вас начинается студенческая жизнь. И, конечно, после школы вы сразу попадете в совершенно другие условия. Вы привыкли в школе к жесткой дисциплине, к контролю учителей. Здесь такого не будет. Здесь вот деканы, которые рядом со мной стоят, будут решать всю вашу судьбу, но наблюдать за вами постоянно никто не будет. Периодически будут контрольные работы, периодически будет сессия, и очень легко можно будет попасть под отчисления. Военмех – очень жесткий вуз с точки зрения дисциплины учебной, качества образования. Поэтому сразу я хочу вас настроить на хорошее посещение занятий, настроить на серьезное отношение к учебе. И помните, что деканы, деканат – это ваши первые помощники, которые, в общем-то, могут вас всех отчислить, но они глубоко радеют за то, что вы учились и все доучились. Мы все преподаватели, и лучшей наградой преподавателя есть успехи студентов, поэтому мы очень глубоко убеждены, что вы все потенциально успешные люди, и вот этот потенциал вам нужно раскрыть в стенах вуза. Помимо учебы в вузе очень много различных других направлений деятельности, а современное образование есть не только обучение, но и воспитательный процесс. У нас работают общественные организации, работает достаточно сильная профсоюзная организация, которая занимается работой со студентами. У нас имеются культурные секции, у нас очень сильная спортивная кафедра, которая занимается очень активно со студентами, разными видами спорта. У нас очень значимое место имеют культурно-воспитательная работа, организация досуга студентов, и на все это надо обратить серьезное внимание. Но самое главное, вы должны понять, что время сейчас достаточно сложное, в это время нужно... образование обязательно, и какую судьбу вы себе выберете, это будет зависеть только от вас, потому что в современном мире человек необразованный не найдет успешного места. Требуется знание, требуется кропотливая работа, и тогда будет успех. Я желаю всем вам успеха, успешной работы, спасибо, что вы выбрали наш бус, и я надеюсь, что вы не пожалеете, закончив наш университет, чего я всем желаю. Добрый путь, дорогие студенты! Добрый день, дорогие военмеховцы! С сегодняшнего дня вы так же, как и мы, можете носить это славное, гордое имя, военмеховец, с этим мы вас поздравляем. Константин Михайлович сказал о известных выпускниках нашего вуза, и я хочу добавить от себя, я уверен, что перед нами сидят будущие высококлассные инженеры, специалисты, изобретатели, руководители компаний, возможно, государственные структуры, просто хорошие люди. Но прежде чем вы станете этими высококлассными специалистами, мы с вами должны пройти путь от сегодняшнего дня до того момента, пока вы будете получать дипломы из наших рук. Вот этот короткий промежуток времени, в несколько лет, вам придется хорошо потрудиться. Может быть, помните, американский президент Джон Кеннеди сказал в 60-х годах, что гонку за космос Советский Союз выиграл не когда Юрий Алексеевич полетел в космос, а выиграл, когда те, кто его отправляли в космос, сидели за партами и обучались. Вот вам предстоит сидеть за партами, обучаться и создавать будущее нашей страны, потому что будущее, конечно же, за вами. Я хочу пожелать всем успехов в учебе. Для коммуникации предлагаю всем вступить в группу ВКонтакте. Я думаю, что ВКонтакте многие из вас есть, своего факультета, деканата. Там будут новости. Там можно задавать напрямую вопросы как декану, так и замдеканов, которые вас будут курировать. Там будут новости по кафедрам, возможно, по каким-то новостям, новости по ВУЗу и так далее. Поэтому собирайтесь в группе, коммуницируйте, общайтесь. Еще раз всем желаю успехов в учебе. Сессии без долгов. Прогуливайте сессии, учитесь с первой до последней минуты. Удачи вам, всех благ. Уважаемые друзья, в первую очередь, конечно, буду обращаться к студентам Р-факультета, но и коллегам, и нашим друзьям с факультета Е-дружественные факультеты. Это основной факультет нашего университета. Друзья, значит, действительно, как сказал Константин Михайлович, серьезная задача поставлена вами же при поступлении в наш ВУЗ. Обучение в нашем университете связано с постоянным включением в этот процесс. То есть прогуливать занятия не надо. Необходимо проходить аттестации. В середине семестр вас уже ждет первая аттестация, на которой мы увидим первые результаты вашей учебы. И буквально через три месяца уже первая сессия в декабре, зачетная неделя, в январе первый экзамен. Основной я все-таки делаю посыл на то, что надо работать в контакте. В контакте с выпускающей кафедрой и в контакте с деканатом. В деканатах есть заместители деканов, они ведут прием каждый день практически. В нашем деканате только вот пятница, не приемный день, это внутренняя работа. А так с понедельника по четверг, пожалуйста, приходите. Есть вопросы, есть проблемы, их надо сразу ставить. И когда проблема и вопрос поставлен, то они приобретают со временем решение. Если вы начинаете замыкаться в себе, советоваться со старшекурсниками, даже пускай очень умными и опытными, это все равно несколько другое. Это первое. И второе, что хотел бы сказать, речь, конечно, не идет о том, что нужно гнаться с хорошими оценками, но все-таки оценки, они коррелируют с теми знаниями, которые вы получаете. Знания переходят в компетенции, навыки, и в конечном итоге это то, что вы принесете с собой, домой и на работу, получившись в университете. Поэтому с первых дней, вот мы сейчас будем вам в нашем корпусе УБУК раздавать зачетки студенческие, и будем выдавать вагины и пароли от электронной информационно-образательной среды. Сразу начинаете ее заполнять. Наверняка у вас есть какие-то уже сейчас документы, которые можно положить в портфолио. И в процессе учебы не уклоняйтесь, а наоборот приветствуете различные активности, и это будет серьезной хорошей добавкой к тем знаниям, опыту, навыкам, которые вы получите на занятиях. Вы это все будете размещать в портфолио у себя, и тогда через 4 года у вас будет насыщенный багаж не только в голове и в руках, но и документально. А это, поверьте мне, дорогого стоит. Вам через 4 года, я думаю, что всем поступать в магистратуру. Наши выпускники нашего факультета, они, естественно, поступают в магистратуру к нам, но и в магистратуру ведущих университетов Санкт-Петербурга по экономике, по менеджменту. Вот у нас один из украинников в этом году поступил в аспирантуру по менеджменту Дубно. Это под Москвой, такой Всероссийский центр под эгидой президента. Туда очень серьезный конкурс, он набрал 83 балла из 100. Очень многие наши выпускники поступают на бюджет в экономический университет. Но у нас тоже есть бюджетные места в магистратуре, конкурс достаточно серьезный, есть платные места в магистратуре. То есть вы приходите не на 4 года в ВУЗ, а приходите гораздо на больший отрезок, и связь с ВУЗом даже после окончания терять не надо. Есть ассоциация выпускников ВМЕХ, вы можете в нее вступить после окончания и пользоваться теми преимуществами, которые она дает. В добрый час и будем работать вместе. Спасибо. Удачи.